Сегодня в нашей программе. Нам нужна не просто доктрина, мы хотим пережить реальность Бога. Мы были призваны к реальным отношениям с нашим Богом. Божья цель и судьба для нас — не только читать в Библии о том, что Он сделал для других людей. Бог желает привести всех нас к такому же переживанию сверхъестественного Божьего присутствия в нашей жизни сегодня. Божье славяне и шалом, меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Я с удовольствием продолжаю серию проповеди под названием «Сверхъестественное Божие присутствие». В прошлых программах, так же, как и в этой, мы строим фундамент для того, чтобы переживать сверхъестественное Божие пребывание и славу, которая окружает Его детей. Бог по определению сверхъестественным. Ведь Он есть Дух. Иисус сказал, что Он есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе и Истине. Поэтому, как дети Божии, мы по своей природе сверхъестественные, потому что рождены от такого же Духа Божьего. Нам важно иметь уши, способные слышать, и сердце, которое может ощутить невидимое пребывание Духа Божьего, которое мы называем на иврите «Эллахакадеш». Каждый верующий должен желать иметь близкое общение с Богом. Это происходит сверхъестественно. Писание говорит «не видел того глаз, не слышал уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». И затем в Писании сказано, «Но все это Он открывает нам, Духом Своим. Мы можем познать Бога только с помощью Его Духа, а Его Дух сверхъестественный». В сегодняшней проповеди я хочу поговорить с вами о том, как быть более чувствительными к Духу Божьему. Во-первых, я хочу, чтобы вы поразмыслили о том, что об этом сказано в Слове Божьем. В самом начале, еще до создания Земли, в книге Брэшет, это еврейское название книги «Бытие», я хочу прочесть с самого начала. Первый стих говорит «Вначале сотворил Бог небо и землю». И затем второй стих ведет нас назад, чтобы показать нам историю сотворения. Итак, «Бытие 1.2», написано, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной». А теперь обратите внимание, «И Дух Божий, Дух Эл-Лохима, носился над водой». Я хочу сделать ударение на Слове «носился». Бог открывает нам тайну творения. И мы видим в начале, что Дух Божий носился или двигался над поверхностью воды. Я хочу, чтобы вы поняли, что Дух Божий живой, и Он всегда в движении. Этим, возлюбленные дети Божьи, я хочу сказать, что Бог всегда в движении. Он что-то делает, Он говорит, Он движется. Поэтому вопрос не в том, делает ли Бог что-то или говорит ли Он что-либо, и пытается ли Он мне что-то сказать. Вопрос в том, слышим ли мы Его. Именно поэтому Иисус говорит, имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Поэтому во второй главе книги «Деяний» Дух Божий сошел на первых 120 учеников в виде языков пламени. Почему языков? Это символизирует то, что Его Дух по определению говорит с нами, общается с нами. Поэтому нам нужно развивать чувствительность к Духу, чтобы мы лучше могли различать движение Божьего Духа в нашей жизни. Дорогие, мы должны развивать наши духовные уши и сердца, способные различать. Бог имеет священное имя, которое открыто нам в Библии, в шестой главе книги Искот. Оно состоит из четырех еврейских букв. Ют, Хэй, Вав, Хэй. Все ученые и исследователи Библии, специализирующиеся на древних семитских языках, склонны считать, что имя Бога произносится с придыханием Яхве. Это сокровенное Божье имя на самом деле написано в форме глагола, означающего постоянное действие. В имени Бога Яхве мы видим его особенность. Бог постоянно в движении. Он дает нам свое имя в Писании в форме глагола, означающие постоянное незаконченное действие. Бог движется, Он живой. Мы не окружены каким-то пустым пространством, но мы окружены Духом самого живого Бога. Это правда, что бывают времена, когда мы ничего не чувствуем и не ощущаем. Без сомнений. Даже в книге Откровения мы видим время, когда воцарилось полное молчание. Поэтому я не игнорирую тот факт, что порой мы проходим периоды, когда мы не можем воспринять, что от нас хочет Бог. Мы не можем распознать, что Он говорит. Я не отрицаю тот факт, что бывают периоды, когда Бог молчит. Я все понимаю. Это тоже бывает. Но я хочу, чтобы вы осознали тот факт, что Бог живой. И Он говорит. «Я хочу помочь вам быть более чувствительными к Духу Божьему». Он работает в вас и вокруг вас, чтобы вы могли больше Его слышать, больше осознавали Его самого и более эффективно следовали за Ним, и чтобы вы глубже входили в помазание сверхъестественного Духа Божьего и Его пребывания в вашей жизни. К несчастью сегодня, большинство из Его творений совершенно не ощущают и не знают Его. Библия повествует о том, что когда Адам и Ева ослушались Бога и вкусили плод от дерева познания добра и зла, в тот момент, когда они проявили непослушание Богу, они переключились с того, чтобы быть сфокусированными на Боге, на то, чтобы быть сфокусированными на себе и на своей плоти. То есть, до этого они были сконцентрированы на Богу, а теперь они сконцентрировались на себе и собственной плоти. И мы с вами рождаемся именно в таком состоянии. Мы родились отделенными от Бога, и только через рождение свыше мы можем снова соединиться с Богом. И когда мы рождаемся свыше, принимая Иисуса, мы должны перенастроить наш разум, обновить наши чувства, нашу чувствительность к Духу, чтобы нам снова быть сконцентрированными на Боге. Я хочу дать вам иллюстрацию в книге Брешит, в книге Бытие. Мы прочтем о том, что произошло в 3 главе, 6 и 7 стихах, а именно о грехопадении Адама и Евы. И разумеется, то, что произошло с Адамом и Евой, повлияло на все человечество, на нас с вами. Иначе говоря, мы стали их потомками. Поэтому, когда мы рождаемся свыше, мы снова соединяемся с Иисусом, нашим отцом, а до этого нашим отцом считался Адам. Об этом много говорится в Писании. Сегодня у меня нет времени подробно это рассматривать, но давайте посмотрим самое начало. Итак, Бытие 3 глава, 6 и 7 стихи. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему и он ел. И, внимание, открылись глаза у них обоих, и узнали они, что нагиб, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Я хочу обратить ваше внимание, что до того, как они вкусили плод, они были наги, но они не думали об этом. Они не стыдились своей ноготы. Они были сконцентрированы только на Боге, на Элохиме, который прогуливался с ними в саду. Но, когда они ослушались его, съели запретный плод, разорвалась связь между ними и Богом. Они уже не были сконцентрированы на Боге. Все, о чем они могли думать, это о самих себе. Вдруг они осознали, что наги, им было стыдно, и они попытались прикрыть свой срам. Из тех, кто был сконцентрирован на Боге, они превратились в сконцентрированных на себе и на своей плоти. Я хочу помочь вам снова стать сконцентрированными на Боге и на Его сверхъестественном духе в вашей жизни. Писание говорит, что когда вы родились свыше, вы стали сопричастниками божеского естества. Мы снова хотим стать теми, кто думает о Боге, а не о себе. В притчах 20 главе 27 стихе сказано, «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца». Люблю это место. Дух Господень — это светильник, это свет внутри нас. Поэтому, глядя на ортодоксальных евреев в Иерусалиме, молящихся у западной стены, мы часто видим их покачивание. Почему же они покачиваются? Они верят, что Дух Божий внутри них, и они пытаются связаться с Богом через эти движения, покачивания, потому что, когда они думают о том, что Дух Господень подобен пламени огня внутри человека, а пламя всегда движется, так они пытаются соединиться с Духом Божиим через эти движения. Помните, огонь всегда движется? Разумеется, те из нас, кто веруют в Иисуса, мы верим, что единственный способ принять Дух Божий — это родиться свыше. Иисус сказал, если человек не родится свыше, не увидит Царство Божье. Но их концепция правильна. Дух Божий находится внутри нас, и Он живой, и Он в движении. Я надеюсь, вы так же наслаждаетесь этой серией, как и я. Я чувствую себя так, как чувствовал псалмопевец, говоря, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, если бы я не знал, что смогу переживать с Бога на земле живых, у меня не было бы надежды. Именно так чувствую себя и я. Я живу для того, чтобы переживать Божие пребывание. Я надеюсь, что вы получаете что-то от этой серии проповедей. Мне необходима ваша поддержка. Бог так установил, что проповедь Евангелия на этой земле должна осуществляться при финансировании людей. Этот принцип действует еще со времен строительства скинии. Бог призвал Моисея призывать народ жертвовать на строительство скинии. Этот принцип действует по сегодняшний день. Павел спрашивал, не должен ли слушающий Слово делиться благами с делящимся Словом? Дорогие друзья, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите в подлинность моего служения, то я прошу вас помочь нам достигать этот мир для Иисуса. Я хочу, чтобы вы знали, что в небесах вы получите награду за каждую душу, которую Бог коснулся через это служение. Если вы поддерживаете нас, спасибо вам за вашу поддержку. Шалом! Мы возвращаемся к сегодняшней проповеди. Я хочу помочь вам больше и глубже осознать тот факт, что Дух Божий пребывает в вас. Послушайте, для того, чтобы вы осознали тот факт, что Иисус живет в вас, вам нужно больше доверять себе. Услышьте меня сейчас. Доверьтесь своей интуиции. Послушайте, что говорит об этом Слово Божие. Я прочту из первого послания Иоанна, второй главы, 27 стиха. «Помазание, которое вы приняли, так говорит Господь, от святого, и он не обманет, так же, как вы приняли его, прибудьте в нем». Я прочитаю вам это место дословно. Помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Зачастую мы вводимы нашим страхом, беспокойством, обстоятельствами, давлением этого мира, что мы не замечаем свидетельства Духа Святого, которое имеем внутри. И здесь Отец говорит нам, что мы приняли его Дух, приняли его помазание. Оно истинно, а не ложно. И мы должны доверять внутреннему голосу Духа Святого в наших сердцах и пребывать в нем. Пожалуйста, услышьте меня. Очень важно, если мы хотим стать чувствительными к внутреннему голосу, к тому, что Отец говорит нам через Его Слово, если мы хотим научиться, как пребывать в нем, и как нам лучше распознавать Его нежный голос, предупреждающий или посылающий в сердце мир, который призван подтолкнуть нас вперед к действию, если мы хотим стать более открытыми к тому, чтобы услышать внутренний голос Духа Божьего, который находится внутри нас, то нам нужно отделить себя от того, что в этом мире, потому что все это не дает нам в полноте осознать то, что происходит внутри нас. Мы говорили об этом ранее в рамках этой серии проповедей. Проблема в том, что мы так сфокусированы на том, что происходит вокруг нас, что мы живем снаружи внутрь, вместо того, чтобы наша жизнь шла изнутри и влияла на обстоятельства. В результате мы не можем быть на связи со Святым Духом, живущим в нас, который желает вести нас сверхъестественным образом. Давайте я приведу вам пример. Что вы ожидаете увидеть, когда смотрите в зеркало? Обычно люди смотрят, как они выглядят для внешнего мира. Я не говорю, что нам не стоит смотреться в зеркало. Конечно, по утрам нам стоит взглянуть на себя в зеркало и расчесаться. Но многие люди могут по многу раз за день смотреть на себя в зеркало, заботясь о том, как они выглядят внешне. Но они понятия не имеют, что происходит у них внутри, в их сердце. Они больше заботятся о том, что о них подумают люди, чем о том, чтобы быть на связи с Богом. Мы должны научиться жить изнутри, возлюбленные. Многие из нас охвачены беспокойством о том, что о нас подумают люди. Если вас заботят только то, что о вас подумают другие люди, то позвольте задать вам вопрос. Мы живем снаружи вовнутрь или изнутри наружу? Мы должны настроиться на волну того, что происходит внутри нас. Позвольте вас спросить также. Вы тратите свое время на размышления о том, что думают о вас люди? Я хочу сказать вам, что вы не можете знать наверняка, что они о вас думают. И в большинстве случаев вы это себе надумали. это ложь, потому что правда в том, что люди не думают о вас, они не думают обо мне, они думают о себе. И во-вторых, дьявол хочет исказить то, что они могут о нас подумать. Его цель мучить нас украсть, убить и погубить. Поэтому в большинстве случаев мы просто себе накручиваем то, что они якобы о нас думают. Ну и в-третьих, самое главное для нас это научиться ставить Иисуса на первое место. Мы должны быть в курсе того, что происходит в нашем сердце, чтобы нам жить изнутри наружу. В результате мы сможем быть в один Духом Святым. мы уже не будем соединены с внешним миром, но будем в тесной связи с тем, что происходит внутри нас. Вы слышите меня? И понимаете ли вы важность того, о чем я говорю? В процессе того, как мы учимся слышать голос Духа Божьего, когда мы начинаем ощущать, чего от нас хочет Бог, что Он побуждает нас сказать, когда мы учимся жить, вводимые Духом Святым, важно довериться. Это прежде всего. Важно сделать шаг веры. Когда мы ощущаем, что это Бог нас побуждает к этому, может, Бог побуждает вас что-то кому-то сказать. Бог часто подталкивает нас сказать то, что явит людям Его любовь. Много раз Бог говорил нам позвонить кому-то. Он использовал бы наши слова, чтобы передать этим людям Его любовь, но мы не доверяли этому голосу внутри нас. Мы боялись. А вдруг это не Бог говорит? Крайне важно, ощущая водительство Духа Святого, быть Ему послушным. Не будем слушаться Его, ничему не научимся. послушать что говорит Слово Божие. Евреям 5 глава 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенной, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Как можно так натренировать свои чувства, что мы будем распознавать, где добро и где зло, где свет, а где тьма? Писание говорит, что мы можем учиться этому, приобретая навыки. Поэтому важно, если Дух Божий вас побуждает делать то, что Он говорит, или не делать то, что Он говорит вам не делать, через ваше послушание вы будете приобретать навыки. И тот опыт, который вы обретете, научит вас различать между добром и злом. Я еще далеко не все сказал, поэтому я призываю вас не пропустить программу на следующей неделе. мы продолжим эту жизненно важную серию. Я хочу, чтобы мы с вами копнули глубже, говоря о сверхъестественном переживании Божьего Духа, который живет в нас, который руководит нашей жизнью. Я хочу помочь вам больше и глубже осознать тот факт, что Дух Божий пребывает в вас. С вами был сегодня Равин Шнайдер. Во имя Иисуса я говорю вам сегодня, «Люблю вас, да благословит вас Бог, шалом и шалом». Библия не говорит, что деньги — это зло, но говорит, что они могут стать корнем многих зол. Это значит, что наше отношение к деньгам может привести к злу. Часто мы относимся к ним как к источнику безопасности, но когда мы считаем источником нашей безопасности деньги, а не Бога, то это производит зло в нашем сердце, потому что вы создали идола. Вот почему Иисус так много говорит о деньгах. Ему нужны наши сердца, и мы должны принять решение, кому мы будем доверить, и кто наш источник безопасности — Бог или деньги. Поставьте Бога на первое место. Давайте относиться к финансам так, как нас учит Библия. Пусть деньги будут нашим инструментом, а не господином. Шалом вам! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса. Заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». У меня была затяжная болезнь нервов. Были боли и небольшая опухоль на правом веке. Травы и молитвы дали небольшое облегчение. В мартовской программе Равин говорил, что у телезрителя исцелилась болезнь нервов. Аминь! Мое тело восстановлено и небольшая опухоль исчезла. И Иешуа исцелил меня через Равина Шнайдера. Шеней. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. С самого начала человечество стремилось познать истинную природу реальности. Соединение с нашим Творцом Его сверхъестественной силой — это вершина человеческого существования. Пропитайте свою жизнь Его сверхъестественной силой. Ожидание и переживание сверхъестественного может стать обычной жизнью для вас. Именно так Бог хочет общаться с вами. В книге «Переживание сверхъестественного» Равин Шнайдер поможет вам открыть много способов того, как вы можете жить сверхъестественным. Закажите свой экземпляр этой книги прямо сейчас. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон «Произносите это благословение на мой народ и тогда мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. в вашу жизнь. Я ва рехе хе я ва 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 шмар и ха Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господь к вам лицо свое и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не пропустите этот захватывающий выпуск!